Обычно организации используют иерархическую функциональную структуру, то есть менеджмент в организации осуществляется вертикально. И зачастую конечного потребителя функциональная единица не всегда видна не всем. То есть бывает, что требования потребителя поступают не для всех, то есть есть как бы такие границы. И это как бы минус этой обычной структуры, иерархической структуры. Как бы возникают барьеры между функциональными единицами. Это приводит к незначительному улучшению или вообще к отсутствию улучшений для потребителей и других заинтересованных сторон. Процессный подход как раз позволяет устранить эти замечания, потому что он построен на основе горизонтального менеджмента. То есть он основан на эффективность результатов, которые планируются на основе требований как потребителя, так и других заинтересованных сторон. То есть тут участвуют все функциональные единицы, они направлены на получение как раз основной цели организации. Так как наш процесс, он построен на том, чтобы достигнуть, удовлетворить требования потребителей. Так, ну вот, также на схеме представлен на рисунке пример процессной последовательности, ну, процессного подхода. То есть каждый процесс имеет на выходе следующий процесс. То есть выход каждого процесса является входом для другого процесса. В конечный результат также будет выходом для потребителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok